здравствуйте меня зовут иван и вы смотрите видео на канале изи гаджет и сегодня я бы хотел с вами поделиться своим опытом эксплуатации видеокарты msi gtx 760 на 2 гигабайт видеокарта тихая и меры производительные из минусов могут отметить только то что у нее не охлаждается чп памяти на задней части видеокарты и неудачно скомпонованы разъема питания я сейчас объясню почему вот беру видеокарту беру провод питания и подключая провод видеокарте вот все замечательно подключилась но если захочу отключить провод это будет слегка проблематично мне мешает сам радиатор видеокарты на 1070 эту проблему уже решили все отлично подключается и отключается а вот семи сотых серии про это не подумали и перед тестами расскажу пару слов о тестовом стенде материнская плата msi z97 gaming 3 процессор intel core i5 4690 кей разогнан за частоты 4 5 гигагерц оперативная память kingston hyperx fury 4 планки по 4 гигабайт и того 16 гигабайт на частоте 2400 мегерц а теперь перейдем к тестам итак начнем с battlefield 4 настройки ультра за примерно 40 минут игры на карте сада шанхая средний fps был на уровне 62 кадров в секунду минимальный fps доходил до 22 кадров в секунду но очень редко сценах со взрывами и падением небоскреба в gta 5 сделал два теста и чтобы не томить вас длинным бенчмарком вы можете посмотреть впереди по аннотации или по ссылке в описании там и первый и второй тест для лучшей наглядности первый тест выставил настройки по максимуму то есть очень высокий и где было возможно высшая степень сглаживание только официей и миссии для отражения отключил вот настройки сейчас перед вами в дополнительных настройках выключил только тени высокого разрешения в результате минимальный fps 29 средний 49 максимальный 61 второй тест настройки те же но уже с четырехкратным сглаживанием мс и и двукратным мс и для отражений дополнительные стройки те же в результате минимальный fps 21 средний 46 максимальный 61 еще решил просто в игре покататься глянуть реальный fps поставил настройки как в первом тесте и в городе было в среднем больше чем 40 кадров в секунду за городом в траве fps не лысо где-то до 30 учтите что это полный максимальный настройки и записывать все через программа shadow play то есть реальный fps на 10-15 кадров будет больше нет в распит но тут не совсем все понятно что с фпсом на самых максимальных настройках 32 40 кадров в секунду на самых низких 45 52 кадра fallout 4 на ультра настройках с анизотропной фильтрации 16 уровня сглаживание т.е. фпс был примерно 48 50 на высоких настройках с анизотропной фильтрацией восьмого уровня сглаживания фиксы было примерно 55 60 кадров в секунду видим акт-3 в пост обработке все включено а вот настройки графики поставил не запредельные а высокий hair works отключил и в новиграде получаем примерно 32 36 кадров в секунду на средних настройках и со средней пост обработкой 37 41 кадр а за сенс крит синдикейт на очень высоких настройках фрейм рейт не очень то и играбельный где-то 27 кадров в секунду выставляю настройки на высокие получаем где-то 36 40 кадров гир трали на дождливой трассе почти что в сумерках с включенными фарами на очень высоких настройках мы получаем 50 52 кадра в секунду на дневной трассе без дождя уже больше 60 кадров в секунду фар край 4 на самых максимальных настройках было 34 40 кадров в секунду на очень высоких 40 46 при том что я старался тут все поджечь и взорвать metro last light redox в этой игре я играл на настройках с очень высоким качеством графики кроме сглаживания сайса и и и с такими настройками fps был в районе 40 45 кадров минимальный где-то 37 project cars настройки на ультра и решил попробовать самые сложные ситуации в дождь получаем где-то 20-30 кадров в секунду днем в ясную погоду 45 50 на высоких же в дождь 35 40 кадров днем 55 60 кадров закрыл настройки ультра сглаживание fx и и получаем 55 60 кадров тут все просто dota 2 все параметры на максимум fps в игре всегда был выше 100 но в этой офмоне мне удалось упустить форм-рейт аж до 60 но это вряд ли получите в реальной игре counter-strike global offense тут как и в доте все на максимум мы получаем больше 250 кадров в секунду тесты мы сделали результаты вы посмотрели что я могу сказать показатели этой видеокарты довольно таки неплохие данной ценовой категории на бу рынке 2016 году вывод можно брать вы смотрели видео на канале изи гаджет подписывайтесь ставьте лайк всем до новых встреч пока пока